Сегодня мы с вами поговорим о такой экзотической теме, которая называется геморрой или геморроидальная болезнь. Очень многие меня спрашивали, как можно себе помочь в этой ситуации. Для того, чтобы себе помочь, надо знать по крайней мере причины этого заболевания довольно-таки серьезного. Причина этого заболевания является идущий хронический воспалительный процесс на слизистых желудочно-кишечного тракта из-за дискинезии желчеводящих путей и нарушения выделения сока поджелудочной железы, в результате чего накапливаются продукты не переваренные в желудочно-кишечном тракте, их поедает микрофлора и рассаживается очень спокойненько по углам. Вот у меня сегодня такая же проблема с дамой, у которой наличие протозойного воспаления. Вот эти простейшие. Это трофозоид простейших, которые находятся в кровотоке в результате того, что у нас имеется синдром повышенной кишечной проницаемости. И в результате продукты воспаления в сигмовидной кишке, в нисходящем отделе кишечника с дивертикулами, если проверить рентгеновский снимок, у большинства у нас имеется проблема дивертикулеза, то есть образований различных в желудочно-кишечном тракте, в результате вот этого протозойного воспаления. И продукты воспаления, это слизь, они нарушают отток венозный по геморроидальным венам. Вот если мы с вами посмотрим лимфатическую систему прямой кишки и сигмовидной кишки, то изменение размеров лимфатических узлов в ответ на воспаление в сигмовидной кишке, увеличенные лимфатические узлы, механически передавливает сосуды. И у нас веночки оказываются сдавленными и начинают на нарушенном тонусе мышечным вен, они начинают выходить через анус. Таким образом, основная задача при лечении геморроя это устранение хронического воспалительного процесса на слизистых оболочках, через устранение дискинезии желчеводящих путей, через защелачивание виватоном, я только что показывала, как меня защелачивали виватоном, области желудочно-кишечного тракта. Восстановление щелочности кишечного тракта позволит отрегулировать у нас количество простейших, убрать синдром повышенной кишечной проницаемости, и тогда мы справимся с геморроем. Мы же привыкли с вами работать только с этой проблемой. Местная наша задача, это снимать спазм напряжения, который испокон веков снимался касторовым маслом. У нас есть касторовые свечи, значит, перед тем, как сходить в туалет, так как мы знаем, что геморрой выдувается при запоре или просто при затруднении выхода каловых масс из-за сужения в области просвета сигмовидной кишки, что нам, собственно, при колоноскопии и находят. И таким образом, если мы обрабатываем анус до акта дефекации касторовым маслом, то не выдувается этот геморроидальный узел. То есть касторовое масло обычное, аптечное, или мы применяем касторовое масло различных вариантов, оно помогает не выдавить уже имеющийся геморроидальный узел и еще больше, и снимает спазм вот этих мышц мышечной стенки прямой кишки. И одномоментно мы должны проводить защелачивание ануса. Значит, перед актом дефекации у нас будет касторовое масло, смазываем наружные отверстия, и обязательно на ночь мы применяем свечи ректальные, потому что нам все-таки нужно отработать вот здесь вот область сигмовидной кишки. Ректальные свечи я применяю амарантовые, чесночные, бальзамические, с щелочью, с антисептиком дорогого, с календулой, с прополисом, с подмором пчелиным. Эти свечи помогают отработать вот этот вот кусок воспаления, за счет чего у нас не будут увеличены лимфатические узлы, не будут нарушаться венозный отток и артериальный приток. Непосредственно работает с геморроидальным узлом это массаж ануса. Массаж ануса может делаться каждым человеком в перчаточках вместе и касторовым маслом, и маслом виватона. Масло виватона позволяет отработать вот мышечную стенку самих вен, в результате чего, если вы еще находитесь на стадии неоперабельной, а желательно все-таки терапевтическим путем справляться, ибо это варикозное расширение, ибо это можно убрать и консервативно, когда уже, конечно, увеличивается сильно, это подключается к хирурге, но это не гарантирует, что мы убрав однажды геморрой, мы опять его не получим. Поэтому для того, чтобы спрофилактировать эту ситуацию, касторовое масло утром до акта дефекации, массаж ануса 54 раза пальчиком в одну сторону, 54 раза в другую, с щелочным маслом виватона, позволяет предупреждать растягивание дальше мышечной стенки, и за счет этого массажа повышается местный иммунитет. Я этот рецепт нашла у такой интересной профессии, как балерины. Вот массаж ануса делают балерины для того, чтобы у них не было варикозного расширения вен. Стало быть, это очень давнишняя методика, но, к счастью, она очень хорошо работает. Поэтому подбор индивидуальной питания, прайм-тест, висцеральная и остеопатическая коррекция.